Юрий Гагарин был не только первым космонавтом. Он стал ещё и лицом советской космонавтики, да и государства в целом для всего мира. Он объездил его весь, десятки стран, путешествуя от Афганистана до Бразилии. Бывал он и во Франции. Первый раз в 1963, второй — в 1965 году. И с точки зрения автомобильной истории второй визит оказался более интересным. Целью того визита был 26-й авиасалон в Лебурже, который проходил в июне 1965 года, и Советский Союз показывал широкой публике не только Ан-22 и Ми-10, но и модель Востока, который и должен был представлять Гагарин. Программа посещения авиасалона была очень насыщенной. Состоялась даже встреча с только что вернувшимися из космоса американскими астронавтами, которые приземлились 7 июня. Причём во время этого полёта состоялся первый выход американского астронавта в открытый космос. А встреча советских и американских космонавтов состоялась при участии премьер-министра Франции Жоржа Помпиду. Говорят, что во время обеда в ресторане выставочного комплекса до Гагарина добрался Жан Табурин — племянник основателя аэрокосмического концерна «Матра» и заодно президента авиашоу в Лебурже Марсела Шассани, пригласив первого космонавта на стенд «Матры», ведь компания в то время работала над первым французским спутником, который запустят в ноябре 1965 года. Так Гагарин познакомился с Жан-Люком Лагардером, возглавлявшим в те годы «Матру», который и дал Гагарину прохватить на новенькой спортивной машине концерна — это была «Матра» Бона Джет 5. Жан-Люк и подарил машину Гагарину. Тем более всё равно, мол, у вас Ан-22 здесь с доставкой проблем не будет. В Антее «Матру» загрузить не удалось, поэтому Жан Табурин с механиком погнали машину в Москву своим ходом уже в июле. Стартовали они в Париже 26-го числа и уже 28-го июля были в столице СССР, где директор «Матра Спорт» и вручил машину Юрию Гагарину. А история с машиной, конечно же, попала во французский еженедельник «Паримач», хотя и без этих подробностей. Сам автомобиль этот историю тоже имеет непростую и интересную. Разработал и начал строить эти компактные спортивные машины Рене Боне — французский гонщик и конструктор. Первый автомобиль увидел свет в 1962 году, и тогда носил название Рене Боне Джет, и оснащался он двигателем от Рено 8, это был агрегат объёмом 1108 кубиков и мощностью 65 лошадиных сил. Правда весила машинка меньше 700 килограмм, так что и с таким двигателем была вполне бодрой. Занятно, что коробку передач приспособили от фургона Рено Эстафет. Серийное производство начали в июле 1963 года, но за пару лет продать удалось лишь 198 машин, и уже в 1964-м всё это производство ушло концерну «Матра», который, впрочем, и до этого производил стеклопластиковые кузова для машин Боне, да и собирали эти автомобили тоже на заводе Матры. Жан-Люк Лагардер, руководитель Матры почему-то решил, что именно эта машина будет хорошим заходом концерна на автомобильный рынок. Конструкцию доработали и в апреле 1965 года запустили производство двух вариантов — Матра Бона Джет 5 с двигателем мощностью 70 лошадиных сил и Джет 5С с 94-сильной версией мотора от Гордини. Такую машину и вручили Юрию Гагарину в июле 1965 года, а в августе вышел паримач с фотографиями первого космонавта за рулём французской машины на улицах Москвы. Масштабная модель Матра Джет 5 выходила во французской журнальной серии ещё в 2007 году, а потом её ещё несколько раз переиздавали, выпустив даже машину-участницу ралли Монте-Карло 1966 года. Прототип на наших улицах разумеется не примелькался, да и всего таких машин изготовили менее полутора тысяч, поэтому судить о том, насколько форма модели удалась китайским товарищам, сложно и можно только по фотографиям. Но сама машинка оставляет вполне приятное впечатление и лишена типичных для отечественных журнальных моделей дефектов сборки и окраски. И в отличие от привычных нам изделий из газетных киосков, у машинки не только вполне приличные колёса и резина, но и неплохо проработанный и окрашенный салон. Хотя на донышке традиционно сэкономили, как и заведено для журнальных серий, французские тоже не исключение. Но в целом машинка на прототип вполне похожа, но если уровень журнальных серий вызывает у вас отторжение, то можно при желании найти и смоляное изделие. Хотя на мой взгляд форму и образ миниатюрной французской машины 60-х годов и китайцы передали неплохо, даром, что это была журнальная серия. И жаль, конечно, что русский офис De Agostini не догадался выпустить эту модель каким-нибудь специальным или обычным выпуском журнальной серии. Ведь и машинка сама по себе хороша, и поводов было предостаточно, и эпизод в отечественной автомобильной истории очень яркий случился. Правда, несмотря на публикацию в журнале «За рулём» 1976 года, благодаря которой советский автолюбитель и узнал, в общем-то, про эту машину Гагарина, история эта совершенно не изучена. Крайне мало фотографий реальной машины родом из 60-х, и все они наперечёт. По неподтверждённой информацией автомобиль уехал вроде бы в Литву когда-то, но за прошедшие годы по неведомой причине не появилось ни новых фотографий, ни новых подробностей той давней истории. Кроме официальной фотохроники ТАСС и редких упоминаний в прессе, которые пережёвывают одну и то же информацию о машине ничего не слышно, и это немного странно для автомобиля первого космонавта. Мне пришлось как-то даже купить старый номер французского «Паримач», потому что 10 лет назад, например, и этих фотографий в отчизне не было. Правда, недавно началось какое-то шевеление. Кто-то раскрасил чёрно-белую фотографию и сделал машину Гагарина голубой, кто-то опроверг и перекрасил в золотисто-бежевый, но о машине, реальной машине, по-прежнему нет достоверной информации. Даже на волне нынешнего бурного празднования 12 апреля ничего не всплывает. В общем, какая-то странная и немного мутная история с этой машиной. Зато с масштабной моделью малосерийного французского автомобиля 60-х годов XX века всё более или менее хорошо. Благодаря нашествию на наш масштабный рынок журнальных серий и дешёвых китайских моделей в масштабе 1 к 43 изготовлено огромное количество автомобилей, увидеть которые на полке раньше и мечтать не приходилось. Причём это не кустарно отлитые из смолы на кухне единичные экземпляры, а классическое литьё из металлического сплава, большие тиражи и низкие цены. И что удивительно, в некоторых случаях оказывается и колёса можно изготовить нормальные, и салон покрасить, и приборы прорисовать, и продать это потом всё за те же 10 евро, что и обычные кривульки. Да ещё и в бокс упаковать, кстати, которого наши журналки так и не получили, несмотря на сверхприбыли и огромные тиражи. Пишите в комментариях, что думаете о всей этой истории, случившейся в Лебурже 55 лет тому назад, как вам Матра Джетт сама по себе и её масштабная копия из французской журнальной серии в частности. Ну а раз уж досмотрели ролик до конца, то самое время прожать лайк, дизлайк или найти ещё какую-нибудь кнопку под этим видео, там ведь есть специальное для спонсоров и даже для тех, кто забыл подписаться на канал по неуважительной причине. Но, чтобы вы не поражали в этот раз, спасибо, что были здесь и сейчас. Берегите себя в наше непростое время.